и всем снова привет третий блок ответов на вопросы которые я назвал про 5 45 9 на 19 366 и прочее то есть про все карабина подобное иван привет скоро будет возможен нарезной поэтому вопросы сайга 9 яровит или курбатова подождать ну тут вопрос очень простой вопрос первую очередь ценовой сайга 9 яровит она стоит 70 тысяч рублей курбатов с нормальным цевьем и увеличенной рукояткой взвода затвора который в общем необходимое то и другое будет стоить 100 тысяч рублей соответственно разница в стоимости она примерно соответствует разницы скажем так в эргономике что сайгу 9 что курбатова все равно вам придется под себя немножко подгонять да может быть что-то поменять какие-то утяжелители поставить что там что там у курбатова скорее всего не будет никаких проблем глобальных таких как у яровита с качеством в плане разрывов коробки скорее всего у курбатова не будет там все это сделано прямо мега надежно но при этом и то и другое это не арка а арки это уже примерно 150 и выше соответственно если вы как бы хотите прямо сейчас и вам и вам чешется но возьмите яровита 20000 он у вас простреляет ну даже с каким-то там скажем так починками в процессе если есть время подождать но подождите курбатова если у вас есть 100000 рублей я думаю что это более интересный вариант по крайне мере в плане эргономики точно в плане выстрела он чуть помягче ну то есть я стрелял из того из другого то есть не то ни другое не идеально примерно каждая соответствует по стоимости тому что вы получаете поэтому сами выбирайте то есть тут ничего не могу сказать выстрел у них примерно один и тот же если в планах аллогично ружье собрать учебные группы по 9 на 19 впущено смотрите нету в планах потому что я сам девятку практически не стреляю я ее тренирую именно в плане дополнительного под ружье я это делаю по будням по выходным у меня времени на это нету я занимаюсь только ружьем поскольку это основная дисциплина есть группы по девятке у сергея орлова можете обратиться к нему по воскресеньем в патриоте соответственно он в принципе ведет группу по 9 на 19 если вам интересно можете присоединиться к этим тренировкам где лучше покупать патроны 9 на 19 в объемах для практической стрельбы но обычно мы все покупаем эти патроны в магазине темп в климовске поскольку там с нашей скидкой у нас получается самый дешевый вариант при этом если брать сами патроны все обычно стреляют тульским патроном потому что он дешевле чем барнаульский практически на рубль и отдача в него даже чуть чуть помягче да он чуть чуть погрязнее но для карабина со свободным затвором это не столь принципиально какой коллиматор лучше для 9 на 19 а также какие поясы магазина используешь ну давай с коллиматора начнем я использую коллиматор noblex но он же доктор с точкой 7 а и это мне очень нравится именно про размер точки то есть я держал точно такой же коллиматор в руках у меня был три с половиной моего я могу сказать что . крупная однозначно выигрывает именно на карабине пистолетного калибра поскольку супер дальний стрельбы там на 100 на 150 метров практически нет в основном стреляются пистолетные дистанции там большая точка позволяет вам чуть быстрее наводиться чуть лучше и увидеть и так далее то есть она реально дает преимущество какой бы коллиматор вы не выбрали я рекомендую точку побольше то есть 6 7 8 угловых минут что касается самого коллиматора тут все вопросы по бюджету то есть если бы у меня была возможность я бы взял коллиматор колес колес сейчас на данный момент один из лучших или импоинты какие-то и так далее то есть всегда надо выбирать в зависимости от того что вам ближе до открытые коллиматоры типа того же самого доктора вот этого колеса у хака есть такие коллиматоры у холоса на есть коллиматоры открытые их плюс то что у них очень тоненькая рамочка они сами все компактные легкие но минус в том что если вы будете стрелять какой-то проливной дождь у вас эта точка может гаснуть до из-за того что на диод будет попадать вода в реальной жизни часто ли мы стреляем под проливным дождем не часто поэтому это ну такое преимущество или недостаток достаточно такой незначительный очень много народу пользуются коллиматорными прицелами симор мне они не очень нравится из-за того что они очень высокие то есть у них вот эта база на которой стоит стекляшка она достаточно высокая то есть на мой взгляд чем ниже коллиматор к стволу тем лучше поступку в этом случае вас меньше будет поправок при стрельбе на супер ближние или наоборот дальние дистанции да а так все зависит от вашего бюджета выбирайте то что хотите то есть из дешевых коллиматоров наверное хака нормально чуть подороже холоса еще чуть подороже вот доктор ноблекс очень хороший вариант еще дороже но это уже и симор и всякие импоинты и так далее то есть там бюджет неограниченный коллис опять же не дешевый совершенно вариант коллиматора поэтому можете выбирать какие поиск магазина ты пользуешь ну смотрите пояс и подсумки у меня для девятки именно от юры масунова это питерский производитель gm называется кастом по моим или джем что-то там ссылочку на его страничку фейсбуке оставлю в описании это частник который делает эти вещи очень неплохо подсумки у меня мягкие это удобно тем что в случае если магазина в нем нет вы на него легли он не так давит вам живот как кайдексный подсумок плюс к этому он удерживает его немножко по-другому то есть у кайдекса есть прям момент защелкивания тут он его держит на всей длине вытаскивания то есть для третьего положения вы его чуть-чуть подвынули и вам его легче будет вынуть в кайдексе немножко не так но так или иначе что поезд что подсумки в девятки это не так принципиально перезарядок очень немного какие магазины используешь ну я использую магазин и павган поскольку они наши спонсоры и при этом я совершенно не переживаю потому что пока что вот из всех магазинов павган для девятки которые у меня были ни один не сломан то есть самого начала они все простреляли вот четыре меня было магазина уже почти что 12 что ли тысяч выстрелов ну на всех четырех соответственно никаких проблем не вижу никакого смысла менять павган на чтобы не было и но и павган сила какой средний на стрел 919 у тебя на тренировке в среднем я стреляю 250 выстрелов таким образом чтобы коробку из тысячи патронов распределить на четыре тренировки можно стрелять больше на самом деле если вы тренируете только писи си только девятку можно стрелять и по 400 и по 500 выстрелов за тренировку если это эффективно понятное дело что выпалить в вал можно вообще бесконечное количество патронов в реальности девятка она не настолько энергозатратная как например ружье или карабин потому что в карабине вам надо постоянно уходить в лёжку и это тренировать это тяжело там ложится вставать стрельба на дальние дистанции требует высокой концентрации в ружье у вас там зарядка сильная отдача то есть вы устаете больше там выстрелить больше 250 300 за тренировка довольно сложно в девятке без проблем есть силы стреляйте меньше 200 наверное нет смысла ну на мой взгляд как вы относитесь к новому tr35 45 от калашникова или если положить на все органы эту конструкцию уже нельзя улучшить хотелось бы услышать ваши рекомендации именно по нарезному 545 спасибо я к тому что в арсенале каждого уважаемого русского мужика должен быть калашникова почему не 762 на мой взгляд это уже слишком а вот пострелять по бумажкам из 545 было бы интересно но смотрите начнем с самого начала tr3 tr3 это гражданина к 12 я могу сказать честно его в руках не держал особо и мне интересовался потому что во первых я немножко от карабина отошел а во вторых на мой взгляд tr3 интересен только воздыхателем по милитаризму то есть тем кому нравится именно вот тут а к 12 что это военная штука а у меня теперь есть такая же но ничего что она очередями не стреляет вот это единственное то для чего нужен а к 12 по большому счету система калашникова что в а к 12 что в креме там каком 63 года она одна и та же и для применения в спорте это такая 12 все равно придется разобрать все из него выкинуть там и цевья и дульники и рукоятки и затворные рамы и у суда распусковые механизмы и и по большому счету все у вас остается одна коробка которая что там у 136 какого-нибудь или там випря 145 до выпало 145 одно и то же в этом плане получается что не совсем есть смысл покупает 33 например для спорта потому что в спорте ну а зачем вам покупать более дорогой карабин когда можно взять более дешевый точно так же его разобрать все выкинуть поставить на него тюнинг и стрелять поэтому tr3 нравится берите конечно почему нет единственное что не надейтесь на то что у вас вот эта запираемая крышка которая вот бегунки на таком она будет вообще держать прицел не будет сразу же могу сказать соответственно нравится берите если есть другие варианты по 545 рассмотрите их возьмите посмотрите обычную сайгу с точки зрения выстрела с точки зрения эргономики все одно и то же поменять там приклад не проблема все равно будет стоить дешевле в основном для спорта народ если 545 берет 145 випре или 155 в общем какие-то которые 545 145 по моему потому что у них более толстый ствол более живучие у них коробка усиленная поэтому для спорта вепр будет более интересен для домашнего применения господи да что нравится берите дальше удели больше времени в обзорах дистанциям пристрелки своих карабинов и какие с какими настоящее время тренируешься выступаешь могу огорчить ребят я от карабина отошел там дальше где-то еще будет папа по моему этот вопрос но не суть я не считаю сейчас для себя возможным тренировать две дисциплины потому что ни в одной из них в этом случае нельзя быть на топовом уровне это очень редкий случай когда люди имеют возможность тренироваться столько чтобы в двух дисциплинах залезать на подиум то есть надо что-то выбирать сейчас на данный момент уже нет такой халявы которая была там еще пять лет назад там же карабине да когда можно было прийти там не знаю вообще как это делается набрать там 80 90 процентов сейчас ребята которые стреляют карабин на топовом уровне они даже очень талантливому человеку стреляющим другую дисциплину не дадут залезть на подиум не дадут как-то нормально выступать если вам чисто на пострелять но окей хорошо как хобби чисто вот ради прикола да конечно можно и то и другое и так далее но я решил для себя что нет для меня ружье основное я останусь на нем девятку буду чуть-чуть постреливать именно в плане просто большего настрела за неделю нежели я могу получить на выходных только в этом формате поэтому вы видео по карабинам в общем то больше не ждите по крайней мере в ближайшее время я с карабина немножко отхожу дистанция пристрелок карабинов ну если у вас 545 или 223 то вы его пристреливать в полтиннику в 2 0 будет на 180 вот вся наука какую бы модель оружия в калибре 366 ткм и 9 и 6 ланкастера вы более посоветовали для занятий спортом не с точки зрения выигрыша призовых мест или участие средних а скорее с точки зрения долговечности надежности подходящий для данного патрона конструкции дорогие друзья вы видели вообще рядом эти два патрона ну то есть вы реально представляете что тут какая там разница и что реально можно 96 использовать для спорта что это базука просто это вообще кошмар 9 и 6 нет это чисто охотничий калибр 366 конечно 366 он идет на базе я крема и других там вариантов автомат калашников соответственно 366 да можно в качестве такого вот заменителя нормального нарезного калибра использовать для занятий спортом на начальном этапе пока у вас нет лицензии на нарезной конечно 366 можно ли приобрести нарезное оружие для спортивной стрельбы и если дату как это сделать все же пять лет стажа гладким долго ждать огорчу нельзя у нас был в свое время опыт когда свой 125 оформил по и раз по то есть это по спортивной лицензии то есть мы получали тогда документы из федерации что мы являемся действующими спортсменами у них да не давали ходатайство на приобретение оружия для занятий спортом и мы как-то удалось нам пробить в нашем лицензионном отделе то что нам оформили это как спортивное оружие при этом они очень долго сопротивлялись но так или иначе это получилось сейчас проблема заключается в том что во первых федерация перестала давать ходатайство на приобретение людьми с нарезного оружия раньше стажа во вторых немножко подразобравшись лицензионный разрешительное дело поняли следующее что да ты спортсмен до карабин может быть даже спортивным или в паспорте может называться спортивным но практическая стрельба в рамках именно скажем так практическая стрельба не находится в списке видов спорта где используется длинно ствольное нарезное оружие единственное что есть в этом списке в плане практической стрельбы это коробка стволь на и нарезное оружие и таким образом можно покупать пистолеты на клуб а длинноствольного в этом списке нет то есть если мы например берем биатлон там есть длинноствольное нарезное оружие ну то есть мелкан если мы берем спортивную стрельбу стендовую там тоже есть длинноствольное гладкоствольное оружие а вот спортивного длинноствольного нарезного оружия в этом списке по практически стрельбе нету по моему список минпромторга если не ошибаюсь и соответствии с этим лицензионно Разрешительные отделы не могут вам дать разрешение на покупку нарезного, даже если вы мастер спорта. К сожалению. На этом с этим разделом все.